На сцену приглашается вице-президент по информационным технологиям банка «Центр кредит» Дархан Аспандияров. Давайте встретим аплодисменты. Доброе утро, здравствуйте. Пожалуйста, располагайтесь. На сцену приглашается генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари. Пошки Ленис, доброе утро. Здравствуйте. Встречайте директор службы развития продуктов КАС Клауд Алексей Анисимов. Добро пожаловать. Руководитель по разработке цифровых решений и корпоративной IT-архитектуре Сибур Диджитал Денис Юдаков. Здравствуйте. Директор по IT-инфраструктуре банка «Точка» Алексей Крашенинников. Добро пожаловать. Чиф-экзекутив офисер Техгарден Бауржан Канкин. Пошки Ленис. Директор по продукту ВК Клауд и модератор сегодняшней дискуссии Дмитрий Лазаренко. Доброе утро еще раз, джентльмены. Дмитрий, вам слово. Всем доброе утро. У нас огромный зал собрался, готовый послушать про облака, про тренды и особенно про что ждет облачный рынок Казахстана в этом году и в следующих годах. Как вы заметили, мы собрали здесь не только представители крупнейшей компании Казахстана, в том числе есть еще и российские коллеги для того, чтобы обменяться опытом и как раз сравнить, чем отличается стратегия облачная, вообще чем отличается подход. Если посмотреть на аналитику по облачному рынку Казахстана за прошлый год, то примерно половина всех денег в облаках, она в B2B секторе. Это отличается на самом деле от России, но вот такая специфика в Казахстане, потому что очень много промышленности, очень много, очень хорошо развиты банковские сервисы. И, наверное, начнем как раз с представителей банков. Первый мой вопрос Дархану Асмодиярову про вашу облачную стратегию, вообще как вы пришли к облакам и какую роль облака занимают стратегии банка? Какие они вообще? Всем доброе утро. Мы, наверное, года два назад начали развивать собственное локальное облако. Основная цель была предназначена для бизнеса, то есть сокращение time to market. Когда потом на территорию Казахстана начали выходить облачные провайдеры, мы поставили цель себе сделать мультиклауд облако, которое бы позволило использовать где-то наши сервисы внутренние для локального облака, где-то использовать сервисы провайдера. Сейчас в процессе этого построения мы смотрим различные варианты, какие сервисы более удобные, более быстрые. Основная цель это все-таки дать быстрый старт внутренним проектам, быстрый старт партнерским проектам, которые бы давали возможность, не нарушая законодательство Казахстана, то есть не выносить конфиденциальные данные за территорию Казахстана, начинать проект, потому что на этапе разработки, на этапе инициализации, там этих конфиденциальных данных, соответственно, нет. И на текущий момент действительно в стратегию банка вошло одним из таких технологических пунктов, это построение мультиклауд облака. Спасибо. Я правильно понимаю, что ваша целевая аудитория внутри банка это разработчик, команда разработки, которая занимается как раз цифровизацией, созданием новых продуктов и облака прежде всего для них? Да, это команды разработки, которые у нас сейчас создаются под различные проекты, так называемые продуктовые команды, которым нужен быстрый старт. И благодаря наличию у облачных провайдеров именно вспомогательных базовых сервисов, это предоставляется очень быстро. Окей. А что наиболее востребовано? Потому что есть такое отношение, сейчас попробую сформулировать вопрос. Анализируя как раз рынок Казахстана в части облаков, я увидел, что есть большое количество инфраструктурных сервисов, они потребляются. Многие банки, многие предприятия вообще просто стоят свои сот, иногда даже не виртуализируют. И виртуализация это следующий шаг. Но кажется, для полноценного ускорения time-to-market нужны не просто инфраструктурные сервисы, вроде виртуальных машин или дисков, нужны какие-то экстра сервисы, например, платформенные. Но вот доля их сейчас на рынке Казахстана прям мизерная, где-то 2%. Вот какой у вас опыт? Насколько это совпадает или не совпадает? 2%, наверное, потому что ВК-клауд не выходил на территорию, на рынок Казахстана, и как таковых облачных полноценных провайдеров не было. Я думаю, сейчас этот тренд будет развиваться. Я думаю, вы ошибаетесь с тем, что отсоды, которые сейчас строят, даже локальные, там каждый для себя не виртуализируются. Я думаю, ну, такого не может быть, потому что это не оптимально. Это не оптимальное использование инфраструктуры и так далее. Я думаю, уже лет 10 как без виртуализации никто не строит. И, соответственно, мы тоже уже, насколько помню, уже больше 10 лет однозначно используем виртуализацию. И все больше и больше готовых сервисов от провайдеров. Какие сервисы, я сейчас не могу сказать, сервисы не могу сказать, потому что проект проекту розень, и, соответственно, там под определенные проекты нужны разные сервисы. И мы используем там не одного облачного провайдера, а несколько. И сейчас смотрим, какие сервисы у кого из них лучше, удобнее и быстрее. И в том числе с нашим локальным облаком, как лучше их взаимодействовать, интегрировать. Спасибо. Еще несколько вопросов. Вот интересна как раз ваша стратегия мультиклауда, потому что я лично много анализировал как раз кейсов. И кажется, что это красивая картинка, потому что, с одной стороны, вы диверсифицируете все риски, с другой стороны, получаете лучший сервис от каждого провайдера. Но, с моей точки зрения, общего между сервисом, например, Амазона и Эйжура, или того же ВК-клауда, очень мало, остается только инфраструктура, базовая инфраструктура. Вот как вы смотрите на эти риски и как вы определяете свою стратегию в части мультиклауда? Ну, эти риски, да, понятны. Как раз таки с ними приходится жить, где-то принимать, где-то решать. И если эти компоненты не совсем между собой взаимодействуют, мы, как я говорил, в том числе локальное облако, можем, наши сервисы и облачные провайдеры это позволяют использовать на внешних облачных решениях. Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем к коллеге, коллеге только из России, из банка точка, Алексей Крошенников. Алексей… Крошенников. Крошенников, Крошенников, хорошо. Я могу под эмоциями путать буквы, но тем не менее, Алексей Крошенников. Алексей, расскажите про ваш кейс, как вообще банк точка пришел к облакам, какая была бизнес-потребность? Всем добрый день. В принципе, потребность, она же диктуется в общем и целом развитием в принципе IT-инфраструктуры не только в банке, а и вообще в общем и в мире. И мы прекрасно понимаем, что свой ЦОД и инфраструктура, которая сделана, она, скажем так, требует достаточно большого количества внимания, опять же, финансовых уважений для поддержки, для поддержания его в нужном состоянии, учитывая, что серверные платформы, в принципе, у нас получается раз в год выходят новые модели процессоров и так далее. То есть на самом деле развитие это очень быстро. Соответственно, в данном случае, скажем так, убежать за рынком и не потратить много денег, это такая задача очень нетривиальная. И в данном случае мы для себя выбрали стратегию такую, что нам проще было эти задачи переложить, собственно, на облачного провайдера как такового. То есть мы как пользователи собственного ЦОД поняли, что на самом деле нам имеет смысл попробовать, что это же такое облака, попробовать отложить задачи, связанные с инфраструктурой, именно на партнеров и коллег, которые будут за этим делом следить. И мы сможем наш инженерный состав разгрузить, собственно, от этих задач и попытаться заниматься, скажем, более правильной организацией самой инфраструктуры, то есть созданием вещей трехцодовых, в смысле трехногих так называемых, то есть кворумных систем, которые сейчас в мире, ну, очень, скажем так, популярны в жизни, поскольку две площадки, ну, зачастую бывает такое, что одна площадка выходит, к сожалению, тянет за собой вторую. В этом случае кворум, то есть три независимых вещи, это на самом деле более отказоустойчивое решение и местами, скажем так, даже более простое. Да, спасибо. Слушайте, ну, а что получилось, что не получилось на этом пути? С точки зрения, что получилось, что не получилось, могу сказать, что, во-первых, этот путь достаточно долгий был, поскольку я работаю в банке, а финансовый сектор, ну, все-таки он достаточно такой, наш основной инструмент – это деньги, причем деньги не наши, а деньги наших клиентов. Естественно, за это дело мы отвечаем, ну, там, в первую очередь. Соответственно, для того, чтобы мы сами для себя поверили в то, что облако, вот мы сейчас с коллегами как раз за кулисами обсуждали этот вопрос, чтобы поверить в то, что мы отдаем, там, сказать, самое ценное, что у нас есть нашему партнеру, и момент, что мы можем доверять ему с точки зрения того, что инфраструктура, которую мы пользуем в качестве сервиса, сервиса, она, там, условно устойчива, она, условно, там, достижима и так далее, это вещь такая. То есть для того, чтобы зайти в облако, необходимо было потратить некоторое количество времени, оно даже измерялось у нас, в нашем случае, в годах, пока мы там сделали все правильно с точки зрения документации, с точки зрения того, каким образом вообще поняли, как вообще работает, в принципе, облако, для того, чтобы понимать, какие же риски, на самом деле, может нас отнести. И вот этот процесс, я считаю, что он у нас был не очень удачным, просто потому, что это было достаточно долго. Хотя, вот, опять же, мои коллеги говорят о том, что облако как и таковое, это все-таки такой шаг для уменьшения времени захода на рынок, то есть того самого time to market. И я думаю, что вот такими конференциями, в частности, мы можем просто рассказать о том, что это недоверие, оно постепенно пропадает, поскольку ты начинаешь этим пользоваться и начинаешь понимать, что так гораздо проще и быстрее развиваться. Успехами, я считаю, тот факт, что на самом деле мы делаем этот самый третий облак, в смысле третий наш сод, именно делаем его в облаке, а не делаем собственным содом. И я думаю, что мы дальше будем развиваться в тесном партнерстве с компанией ВК. Да, спасибо. Я просто знаю рынок финансовой сферы, банки в частности, и кажется, что есть очень много регуляций банковских, есть PCI DSS, есть банковская тайна, есть еще внутренний инфобес. Вот насколько эти службы, эти регуляции были важными как раз при выборе облачных провайдеров и вашей стратегии? Да, Дмитрий, вы совершенно правы. Дело в том, что в банковской сфере существует, ну кроме собственно законов, законы, которые принимают и диктуют нам непосредственно Центробанк, они местами достаточно, не то что достаточно, они местами даже жестче, чем те нормативные документы, которые применяются к бизнесу и в принципе к бизнес-компании. Хотя банк это тоже бизнес. По большому счету, опять же, было большое-большое-большое время потрачено на то, чтобы согласовать и доказать инфобезу, и в частности, опять же, регуляторам со стороны банка, то, что использование облака как такового в рамках закона о персональных данных не является какой-то проблемой, что облако, во-первых, является сертифицированным, то есть мы понимаем, что данные наших клиентов, которые находятся не на нашей площадке, но при этом все расположены у наших партнеров, они защищены, доступа к ним кроме авторизованных пользователей иметь не будет. То есть эти вещи действительно, они были такими тормозящими факторами, но я не скажу, что это прямо очень сложно доказать, что это невозможно, скажем так, соответствовать требованиям регулятора. И, опять же, партнеры в этом случае, они понимают наши проблемы и, собственно говоря, двигаются с точки зрения внутренней нормативной документации для того, чтобы эти проблемы для бизнеса или как заказчика, ну, скажем, чтобы уменьшить проблему и уменьшить время внедрения, скажем так, продуктов и перенесения их овок. Да, спасибо. Слушайте, это такая, кажется, методологическая работа, которую нужно планомерно вести. Как говорится, вода камень точит, и нужно прям внимание и люди внутри, которые будут этим заниматься и которые за это отвечают. Интересный кейс. Давайте еще поговорим про промышленность, потому что особенность Казахстана, что примерно половина из всей B2B-выручки, она приходится на промышленность. И в стране идут масштабные программы цифровизации. Про часть из них как раз хотелось поговорить с Боржаном Канкиным и с компанией TechGarden. Боржан, здравствуйте. Можете рассказать про то, чем вы занимаетесь, в чем заключается трансформация, может какие-то яркие примеры, что удалось вам сделать на рынке Казахстана? Да, доброе утро. Я, наверное, хотел бы начать про важность таких конференций, потому что когда Арман пригласил, мне казалось, что нам очень много что есть рассказать. А когда мы начали анализировать все наши проекты, оказалось, что нет облачных технологий в цифровизации индустрии 4.0. Но на самом деле это большой потенциал для тех компаний, которые оказывают эти услуги, для того, чтобы мы могли разработать какую-то, возможно, партнерскую программу по облачным виртуальным технологиям, по промышленным облакам. Поэтому рынок большой. То есть это я хотел бы, наверное, всем, это информация для всех, для того, чтобы, возможно, мы с вами какую-то партнерскую программу разработали по внедрению ваших услуг в промышленности Казахстана. То есть мы занимаемся в целом цифровизацией промышленности в сфере индустрии 4.0. Облака – это важный и обязательный компонент индустрии 4.0. То есть на американский лад это смарт-фактори, умные фабрики. У нас очень много кейсов по цифровизации. Это смарт-филд, умные месторождения, умные рудники. То есть это сотни метрик, это IoT, это телеметрия, это контроль измерительных приборов, это цифровые двойники. То есть абсолютно все наши продукты, они на самом деле как бы нуждаются в виртуальных облаках. Но как показал наш анализ, вот последнюю неделю я вот искал, думаю, сейчас найду кого-нибудь, кто применял виртуальные облака, но оказалось, что все сидят на серверах. Но с другой стороны, это большой потенциал для того, чтобы мы, потому что я персонально и в целом компания мы очень положительно относимся, и мы должны, мне кажется, все-таки как-то стимулировать промышленность для того, чтобы они внедряли обычные решения. Поэтому для всех абсолютно, не только для VK Cloud, но и для других поставщиков, вендоров виртуальных решений мы готовы обсуждать какие-то цифровые, партнерские программы, для того, чтобы мы комплексно внедряли или предлагали нашим недропользователям услуги по виртуальному облакам. Слушайте, ну вот очень интересная мысль. Есть два мнения на самом деле про облака в промышленности или в целом про чем будут облака через 10-15 лет. Первое мнение, что облака станут такими же, как электричество. У нас в современном мире мы просто его потребляем, не задумываясь вообще о том, кто поставщик. Мы знаем, что оно стоит, сколько-то, что оно постоянно доступно. И при этом такой коммодити-сервис в хорошем смысле. Он дает пользу, и вы не задумываете. Скажется, сейчас у вас такой кейс. А есть еще вторая сторона, что даже несмотря на коммодизацию облачных сервисов, все равно есть какие-то сервисы, которые дают экстра-майл. Например, я знаю, Amazon в Германии сотрудничает с Volkswagen. И они сделали на базе специализированных облака-сервисов для IoT цифровое производство машин Volkswagen. И в целом это машины, которые соединены с интернетом постоянно, передают телеметрию. Есть же еще кейсы машинного зрения, компьютерного зрения. Есть кейсы машинного обучения. Насколько это актуально для цифровизации в Казахстане, для индустрии 4.0? Ну, первое, про то, что коммодитис, я вот, естественно, мы вот делаем индустрии 4.0. Мне казалось, что вот виртуальный облака, такой побочный эффект нашего производства. Мы напрямую там облачные облака не внедряем и не покупаем, но как сопутствующий продукт. То есть казалось бы, что он всегда у нас присутствует, но оказалось, что его нет. Это вот такой интересный кейс. А вот касательно Амазона и Volkswagen, то есть мы, кстати, этот кейс тоже изучали, смотрели. И вот это как раз-таки про что я сейчас хотел бы с нашими поставщиками, вендорами потенциальными проговорить. То есть возможно ли будет такой же кейс, как Амазон внедрил с Volkswagen, применить здесь, в Казахстане. И показать такой кейс хороший, который мы могли потом применять на всех производствах Казахстана. Потому что вот то, что мы делаем, мы на самом деле цифровизируем промышленность, мы стимулируем облачные решения, потому что там банки, государства уже давно перешли, клиенты, физлица, у меня там терабайты облак в разных решениях. Я все это дублирую, до сих пор боюсь, что что-то где-то потеряется. У меня разные-разные аккаунты. Поэтому можно, можно будет. То есть нужно будет сейчас подумать совместно. Я на самом деле не гуру в виртуальных решениях, то есть абсолютно не понимаю ничего в этом, но я очень хорошо как бы структурирую, мы хорошо, как Тегарна, структурируем разные решения, и мне кажется, мы можем какой-то кейс такой успешно сделать. Ну, как говорится, кто первый придет, с тем первым мы отработаем этот кейс и будем применять его. Это правильный подход. Давайте как раз поговорим, как вообще в промышленности в России обстоят дела с облаками. Денис Юдаков, Сибур, Диджитал. Денис, если можно, расскажите, как вы пришли к облакам, как такая крупная компания, как Сибур, пришла к облакам. В каком качестве вы сейчас их используете? Мы начали сотрудничать с компанией ВК примерно чуть больше года назад по разным направлениям, в том числе и облакам. Посмотрели конкурентов, поняли, что ВК нам наиболее хорошо подходит, потому что, несмотря на то, что мы используем облачные технологии, тем не менее мы обеспечили возможность дополнительной защиты через шифрование каналов, через обеспечение дополнительных параметров защиты управления облаком и так далее. И пошли в это путешествие осознанно, без спешки, решив для себя, что в любом случае облака это является будущим в перспективе. Но для компаний, которые всю жизнь работали на он-премись решениях, эта трансформация иногда бывает слишком сложной, потому что все процессы в компании заточены под внутреннюю инфраструктуру. Даже контракты с подрядчиками и работа по разработке, и контракты на подписку, и использование сервисов для большого количества внутренних подразделений – это большая трансформация внутри. И чтобы ее пройти и потихоньку изменить внутренние как формальные, так и неформальные привычки всех подразделений, понять, чтобы восприятие облака стало нормой, мы двигались постепенно, мы выбрали несколько решений, которые купили УВК, и договорились, что эти решения мы разместим в облаке. Таким образом, мы с одной стороны решали бизнес-задачу, потому что решение как бизнес востребовано. С другой стороны, мы решали и технологическую задачу, потому как эти решения можно в облаке приземлить, как можно перейти на достаточно высокий уровень защищенности, потому что в этих решениях, тем не менее, хранятся элементы персональных данных. И что мы заметили? Что за год, пока мы шли, достаточно глубоко погрузилась информационная безопасность, внутренняя инфраструктура. То есть те ребята, которые всю жизнь работали с онпреми с решениями, с процессами, где толерантность к риску практически нулевая, потихоньку начали разбираться в том, а как работает ВК, а почему это безопасно, а какой уровень защищенности, а SLA это на словах или на деле. И сейчас мы перешли по этим решениям уже в опытную эксплуатацию, то есть на реальных данных у нас идет пилот. Пилот именно бизнес-приложений, а облака фактически как бы функционируют, как мы планировали. И потихоньку внутри компании облака начинают восприниматься как окей, у нас есть облако, у нас есть внутренняя инфраструктура. И дальше уже следующим шагом мы смотрим на следующий уровень эволюции. Это создание гибридного облака, где у нас понятная инфраструктура в основном сосредоточена во внутреннем контуре. Соответственно, мы хотим во внешнем контуре, в облаках сделать среду разработки, чтобы подрядчики, наши разработчики и так далее могли с одной стороны использовать все современные инструменты, использовать, привлекать внешних разработчиков без особых ограничений с точки зрения безопасности и поставить аналогичное решение в private облака и использовать эти же плюсы при переносе этих данных в промышленную часть. Потому что понятно, что часть наших решений связана с инфраструктурой. Эти данные достаточно sensitive. Поэтому по таким решениям мы будем в основном использовать гибридную модель. По тем решениям, которые позволяют использовать в облаке, вот мы сейчас несколько приложений в облако поставили, я думаю, что дальше будем смотреть, потому что текущее решение что нам позволяет? Во-первых, увеличивать масштабы от нашей потребности. То есть у нас есть SLA, в рамках которого мы можем нарастить облачную инфраструктуру, добавить туда дополнительные приложения и так далее. То есть мы вот этот сложный шаг трансформации в принятие облачной реальности потихоньку прошли и дальше будем развиваться уже и с точки зрения поиска реальных бизнес-кейсов, потому что здесь было больше решения такое, научиться жить с облаком. И понятно, вторым шагом мы уже как раз будем смотреть на time to market, более быстрая развертка, более гибкое использование решений, точная монетизация, какое решение, сколько стоит. Это как бы то, к чему мы пойдем дальше следующим шагом. Да, спасибо. Промышленность кажется очень такая консервативная индустрия, которой нужно время, чтобы принять новый подход, новые технологии. Ну это действительно так. Я могу сказать как бы изнутри, что в каких-то вещах это правда оправдано, потому что высокий, как бы низкий уровень толерантности к риску, потому что это реальное производство. Но если посмотреть вперед, то мы же понимаем, что часть сервисов в любом случае будут облачными. То есть с развитием искусственного интеллекта и он прям решениями, которые есть внутри. Дмитрий, если я добавлю, вот здесь хороший кейс по Сибуру. То есть у нас, допустим, в портфеле порядка 100 компаний, в Казахстане 300 ГМК, в нефти еще больше компаний. То есть именно такой же пример по пилоту можно также в каждой компании внедрить. То есть попытаться сказать, давайте мы какой-то кейс разработаем, что-то выложим, научимся, попробуем. В течение года внедряли. То есть получается, если даже внутри компания сама хотела внедрить это, и у них это заняло целый год. А представьте, те компании, которые этого не хотят, то есть нужно постепенно-постепенно их приучать. И вот мне кажется, нужно какую-то партнерскую программу с каким-нибудь вендором разработать. И вот везде по чуть-чуть начинать внедрять. То есть это такой… Да, я согласен. Тут очень важно желание стейкхолдеров этим заниматься. Не номинально, а реально. И их энергия, чтобы это тратилось, и была поддержка. Ну, я могу сказать, что мы в любом случае смотрим вперед. Понятно, что все разработчики хотят использовать максимально современные технологии и подходы в своей работе. И мы пытаемся как раз создать баланс между скоростью и уровнем защищенности, распределяя приложения в зависимости от потребностей в их защите как бы между внутренней инфраструктурой и облачной. Спасибо. Можно еще такой вопрос? А про какие бизнес-приложения вы говорили? С каких приложений вы начали переход в облако? Ну, мы начали с мессенджера. У ВК есть мессенджер, MyTeam. Мы, соответственно, ставим его как корпоративное решение. Добавляем туда несколько приложений еще внутренних, как бы создавая, фактически превращая этот мессенджер в такой прототип суперапа. И это приложение мы решили совместно с ВК разворачивать в принципе в облаке. Таким образом, создав с одной стороны мотивацию, потому что все ждут мобильного приложения. С другой стороны, обеспечив и технологическую поддержку этому решению. Спасибо. У нас прошло примерно две трети времени. Осталось еще два спикера. На самом деле, очень важная тема про стратегии облаков в государстве. И я хотел бы передать как раз слово Рустам Бегари, который представляет Центр поддержки цифрового правительства. Рустам Бегари, я как раз много анализировал, готовился к этой конференции и увидел, что Казахстан цифровизируется, и при этом есть очень много компаний с госучастием, частичным госучастием. И цифровое правительство, такой ГАФТЕХ является, кажется, одним из основных элементов вашей стратегии. Можете поподробнее рассказать, что вы хотите достичь и какая роль облаков у государства, у глаза государства? Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Действительно, это один такой хороший мостик, где государство может делиться тем, какие условия создаются для бизнеса. Аппетит приходит во время еды. И сегодня, бесспорно, Казахстан достаточно хорошей позиции по версиям ООН в рейтингах занимает электронную правительство. И этот аппетит приходит, опять же, мы хотим больше и больше переходить в услуги электронные, мы переходим. Сегодня стратегия взята на проактивное оказание услуг. И все это, к сожалению, требует больше и больше мощностей, больше и больше данных и больше отказоустойчивости. Time to market – это приоритет сегодня для государства, потому что мы, переходя в проактивную, в invisible government, то есть невидимые государства, должны быстрее запускать какие-то сервисы, новые сервисы, где-то отказываться от… граждане не должны давать или бизнес какие-то документы. И мы начали со стороны… ну, стратегия, понятно, цифровой трансформации идет пересборка текущих процессов. Внутри ГАСУХи мы их оптимизируем, во-первых, и переход именно в облачные технологии, они нам позволят больше и быстрее все вещи, которые я сказал, запускать. И, ну, начиная от того, что нужна инфраструктура. Для того, чтобы инфраструктура работала, конечно, есть… в госсекторе делится на несколько классов, я бы там остановился на двух. Это первого класса уровня безопасности и второго класса. Так вот, коммерческий сектор сегодня, то есть предлагая услуги облачных вычислений, и если они там соответствуют второму классу, они уже могут, работая с государственным сектором, и квази-государственным сектором, предоставлять услуги. Потребность очень достаточно высокая, порядка 200 миллионов долларов, по-моему, там кажется тратится на сегодня со стороны квази-государственного сектора. Это там большой рынок, и это постоянно у нас растет такая потребность. Мы тестируем платформу, мы создали условия для квази-сектора и для бизнеса, чтобы он быстрее мог вливаться в те услуги, которые нужны сегодня. К примеру, буквально в прошлом году только, вот про time to market, только в прошлом году, летом, примером была поставлена задача по внедрению регулирования с чистого листа. То есть бизнес, многие здесь из бизнеса сидят и понимают, что такое, когда государство начинает контролировать тебя и требовать регулировать. Слишком зарегулированная система, мы ее пересобрали, как центр поддержки мы разработали модели, систему управления рисками, но теперь, чтобы не запрашивать с бизнеса эти отчеты, и они должны быть где-то, не отчеты, а данные, они должны где-то храниться. И вот возможность для организации компаний, которые предоставляют облачные ресницы, она достаточно высокая. И, наверное, я бы здесь сказал, не только инфраструктура, но и сервисы, САС, решения, они прям грани важны сегодня. Да, отлично. У меня тоже был этот вопрос, потому что по факту, даже в России, когда мы говорим про программу гостех, большая часть сервисов – это инфраструктурные сервисы. При этом, если посмотреть на рынок не государственных систем, а бизнеса, который употребляет облака, то примерно половина всего употребления приходится на САС-сервисы. Кажется, что этот тренд должен как-то повторяться, может быть, небольшой задержкой и в Казахстане. Конечно, нет. Мы все с вами привыкли в одном телефоне получать не только устройство для звонков, но мы хотим там получать еще и сервисы. Точно так же и государство становится клиентоориентированным, и бизнес должен таким же быть. Все условия со стороны законодательства максимально имеются, и возможности большие есть. А какой следующий шаг у государства в части облачной стратегии? Что будет дальше? Ну, мы переходим на платформенную модель, и все четыре инфраструктуры, платформа, как сервис и сервис и САС – это абсолютный приоритет сегодня, потому что преимущества очевидные. Окей, понятно. Мы послушали спикеров, представителей как раз промышленности государства, и последний кейс, последний спикер – Алексей Анисимов из Казклауд, как раз облачный провайдер, который на стыке государства и бизнеса. Алексей, можете рассказать, как вы видите, в чем отличается потребление и вообще сценарий использования облаков бизнесом, государством и малым бизнесом? Потому что удивительно, в Казахстане совсем немного компаний из среднего и малого бизнеса потребляют облака. Почему это происходит? Как вы думаете? Доброе утро. Спасибо, Дмитрий. Если говорить про стартапы, то, наверное, эти компании, они больше уделяют вниманию оптимизации затрат. И они хотят получать сервисы, то есть инфраструктуру в один клик, очень быстро, очень эффективно ее управлять, проверять свои гипотезы, делать свои какие-то разработки и выводить на рынок уже готовые какие-то решения. То есть и для этого, конечно, сценарий использования облаков, для них он важен тем, чтобы это можно было получить с одного окна. Если мы говорим про крупные корпоративные секторы, то здесь в большей степени потребление идет голого ИАСа. То есть вот инфраструктуры в чистом виде, как мы видим, там есть уже какая-то группа IT-специалистов, которая может устанавливать или управлять виртуальными машинами, виртуальными дата-центрами, формировать эту инфраструктуру. Для них также важна среда разработки, то есть и, соответственно, вывод, быстрый вывод продуктов своих сервисов корпоративных для своих потребителей. Если мы говорим про государство, то как раз у коллеги прозвучало, то есть государство три аспекта, наверное, в большей степени хотел бы отметить. Это надежность, то есть это защищенность и катастрофоустойчивость. Для них этот сценарий наиболее востребован. И с учетом роста тех данных, которые происходят сейчас, это в рамках электронного правительства, то есть очень много данных накапливается, очень много есть возможности анализировать. Это данные, которые исторические, то есть они должны храниться долгое время, поэтому для них эти факторы очень важны. Если мы говорим про малый и средний бизнес, то здесь действительно тенденция не настолько, наверное, развита, использование облаков. И в большей степени это какие-то, наверное, единичные моменты для малого и среднего бизнеса, где они используют виртуальную инфраструктуру, в большей степени где-то даже для своих рабочих мест. То есть они пользуются сервисами, скажем так, облачными сервисами, которые им помогают в работе. Ну, тот же самый там Microsoft 365, то есть вот такой аспект. Понятно. Вы, насколько я знаю, являетесь одним из крупнейших провайдеров в Казахстане, может быть, даже крупнейшим провайдером. С большой историей могли бы рассказать один из ярких кейсов, как облака помогли вашим заказчикам? Ну, мы где-то занимаем на самом деле 1 четвертую рынка в целом. Если говорить про историю, то сейчас у нас порядка, наверное, 50 крупных корпоративных клиентов, которые доверяют нам с точки зрения критически важной своей инфраструктуры. И если брать там яркие кейсы, то у нас есть один из клиентов, который развивал свою инфраструктуру, он премис, так скажем, модель. И в какой-то момент ему нужно было динамически развиваться. И для того, чтобы динамически развиваться, ему нужно было масштабироваться. То есть масштабироваться в он премис не совсем эффективно. И он начал пересматривать процессы разработки своего программного обеспечения для того, чтобы перейти все-таки на использование облачных технологий. И здесь мы, конечно, стали помощником ему в этом. Мы предоставили определенную инфраструктуру, помогли с точки зрения миграции тех корпоративных и промышленных информационных систем в облако. И, соответственно, сейчас этот клиент обеспечивает и георезервирование в облаках, и обеспечивает надежность, защищенность. И самое главное, он очень имеет возможность, очень быстро масштабироваться и платит за фактическое использование ресурсов. Это очень важный аспект, потому что где-то, наверное, 60% клиентов, которые мы переводили на облако, у них большая часть инфраструктуры, скажем так, не была задействована. А это на самом деле простой фактически. Здесь мы со своей стороны более эффективно распределяем эти ресурсы и, соответственно, предоставляем их для клиентов. Да, красивый кейс. На самом деле, следующий вопрос будет со звездочкой. Рынок облаков в Казахстане, по крайней мере, когда мы говорим про публичные, виртуальные частные облака, сейчас порядка 24 миллиардов тенге. И растет он примерно 40% в год, но, тем не менее, в абсолютных числах это не очень большие цифры. И вопрос, по вашему мнению, что является сдерживающим фактором? Что нужно поменять, чтобы облачный рынок рос быстрее? Вы знаете, как такового, наверное, сдерживающего фактора, наверное, его нет. Есть, наверное, все-таки моменты, когда IT-специалисты, наверное, должны все-таки довериться облакам для того, чтобы перейти в них. И уйти от той физической инфраструктуры, которую они сегодня потребляют. Более того, само время диктует это. То есть логистически поменялись маршруты, изменилось время, скажем так, доставки тех же самых серверов. А это очень сильно повлияло на то, чтобы в одномоментно увеличить необходимые вычислительные ресурсы для IT-специалистов. И здесь, наверное, вот этот тренд, который идет уже последние годы по увеличению процента, если не ошибаюсь, там порядка 45% увеличения за последний год с 2021 на 2022. И мы по динамике тоже своего потребления, то есть своих клиентов и новых, добавления новых клиентов мы тоже смотрим. Этот тренд сохраняется, то есть прирост идет. И, наверное, все-таки это изменение мировоззрения, то есть подхода к использованию облачных технологий для IT-специалистов. И именно, наверное, такие ивенты, они очень важны для того, чтобы вот эта комьюнити больше пообщалась с провайдерами, со специалистами и более узнала то, как можно применять облака непосредственно в своей деятельности. Ну и сейчас есть один из трендов, наверное, это мультисервисность. То есть когда продукты фактически сейчас переписываются и программное обеспечение, которое раньше устаревало и в большей степени даже где-то не поддерживало облачные технологии, сейчас переходит на то, чтобы использовать облачные сервисы именно как мультисервисность. Да, спасибо. На самом деле я поддержу Алексея. Эта площадка – прекрасный способ пообщаться друг с другом и с провайдерами. Будет время для нетворкинга, возможность поговорить, узнать детально про кейсы, что получалось, что не получалось. У нас есть несколько минут на несколько вопросов из зала, поэтому… Да, Дмитрий, большое спасибо, уважаемые коллеги. Давайте еще раз поблагодарим аплодисментами наших многоуважаемых спикеров, участников панельной дискуссии. Дмитрий, все верно, у нас есть три вопроса из зала, буквально пять минут на сессию вопросов и ответов. Пожалуйста, поднимите руку, если кто-то желает задать вопрос, мы предоставим вам такую возможность. Здравствуйте, спасибо за конференцию. У меня супер провокационный вопрос. Сейчас политическая обстановка меняется везде очень быстро. Вот в случае, если вдруг, ну я простыми словами, ВК поссорится там с Казахстаном, есть ли какой-то механизм, как это будет происходить, если вдруг с этого рынка будет уход? То есть есть ли юридические механизмы, технические? Ну это риск, я как бы это тоже оцениваю, как представитель малого и среднего бизнеса. Мне интересно, сейчас я все свое переведу сюда. Многие компании там помахали ручкой, многие остались ни с чем, ну грубо говоря в России. Вот в Казахстане, если вдруг по какой-то причине, это ну как бы провокация, извиняюсь, конечно, но вдруг такое произойдет, как будет происходить технически, юридически это? Спасибо. Это очень провокационный вопрос в мою сторону. Я постараюсь ответить на него так же не провокационно, постараюсь ответить. ВК Клауд полностью локализована на территории Республики Казахстан. Это означает, что сервера, системы хранения, пользовательская база локализована. Да, есть какой-то мостик между нашими дата-центрами в России и в Казахстане, но в целом сейчас облако локализовано. Оно не зависит от России, что хорошо, и в случае наступления таких рисков, которые мы считаем маловероятными, вашему бизнесу ничего не угрожает. Следующий вопрос. Коллеги, доброе утро. Вопрос такой. Вот если сейчас посмотреть на линейку сервисов, которые есть в казахстанском Клауде, это фактически исключительно инфраструктура, но плюс кубер это типа пас, как бы так с натяжкой. Ну такой вопрос. А есть какая-то за этим уверенность, что малому и среднему бизнесу нужны серваки, сети и кубер? Может им нужны функции, аналитические хранилища? Я имею в виду более высокоуровневые сервисы. Вот вы сами говорили, что малому бизнесу, среднему бизнесу нужна потребность по оси, но его фактически нет. Вот это вот сейчас прощупывание или часть стратегии? Смотрите, это на самом деле у нас будет следующий спикер, который более подробно ответит на подобные вопросы. На самом деле это часть стратегии. Мы поняли, что пора запускаться. Мы уже дотащили как раз инфраструктурные сервисы, объектное хранилище, кубернетис. Следующим будет база данных, аналитические сервисы вокруг Клихауса и Гримплама. Здесь просто нужно чуть-чуть подождать. Чуть-чуть, это несколько месяцев, и вы их увидите. При этом, как показывает практика, если мы говорим про большой бизнес, то у него потребность как раз в инфраструктурных сервисах прежде всего. Мы сейчас, выходя на рынок Казахстана, ориентируемся на закрытие потребностей прежде всего большого бизнеса и госструктур. Но при этом SMB и стартапы также получат те сервисы, которые они ожидают, к которым мы не привыкли в Амазоне либо в Google Cloud. Спасибо. Большое спасибо. Еще вопрос. У нас есть время. Вот я вижу руки. Задавайте вопрос спикеру. Добрый день. Меня зовут Ирки Блан. Спасибо за сессию. У меня вопрос касательно банковской сферы. Я вот примерно понимаю, какие сертификации требуются для банковской сферы, чтобы перейти к какой-либо облачный сервис, облачному дата-центру. Именно в Казахстане есть ли у вас конкретные требования, чтобы переехать в дата-центр на виртуализацию? Какие сертификации требуются? Насколько PCI DSS в Казахстане применим? И кто-либо его проверяет или нет? И кроме соответствия единым требованиям, какие у вас еще требования есть именно в Казахстане? Добрый день. Да, требований таких много, но это больше зависит от того, какие данные размещать в облака. Со своей стороны, как коллеги сказали, что есть сложности с информационной безопасностью и так далее, с регуляторными требованиями, там они все пронумерованы, куча вопросов. Мы с этой стороны сейчас это пробуем. На текущий момент у нас в облаках там есть размещение, но это данные, не содержащие конфиденциальные данные, то есть не попадающие под правила. Со стороны информационной безопасности, наверное, нам повезло, не надо им там что-то доказывать. Мы идем так, что наоборот, помогите нам сделать вот это, найдите нам вот такие-таки это обходные варианты или там условия, которые мы вместе смогли бы соблюсти. С точки зрения PCI DSS, это отдельная область хранения конфиденциальных, ближе к карточным данным. В эту сторону мы еще не дошли. Это более сложная ситуация, хотя вот с коллегами, с ребятами обсуждали, в том же Касклавуде они соответствуют PCI DSS, то есть они имеют эту сертификацию и говорят, что сложности с этим не должно быть. Но честно мы еще, вот именно на то, чтобы карточные данные туда переносить, пробовать там сертифицироваться PCI DSS с наличием частью данных в облаке еще не дошли. И вот, наверное, тоже постепенно к этому придем, но тем не менее тренд в сторону облаков идет, и как минимум некритичные данные сейчас нету никаких ограничений размещать. Особенно, если мы говорим для сокращения time-to-market, для быстрого развертывания необходимой архитектуры для какого-либо проекта, какую-нибудь подгрешную базу, кавку, какой-нибудь ELK, стек поднять, это происходит довольно-таки быстро. Если не неделями, днями, тогда, наверное, можно уже измерять минутами или часами. Больше уходит времени на обсуждение того, что надо. И до, например, перехода в продуктив это смело можно там делать. А когда мы говорим про time-to-market, бизнесу как раз-таки это и надо, чтобы команду, которую собрали, не ждали там долго предоставления инфраструктуры, а уже как только собрались, начали разрабатывать. Спасибо большое за ваши вопросы, уважаемые зрители. Позвольте отметить, что у нас будут еще специальные временные отрезки для того, чтобы познакомиться лично, задать свои вопросы во время нетворкинг-сессии. А пока давайте еще раз поблагодарим наших многоуважаемых спикеров. Джентльмены, спасибо вам большое за эту полезную и невероятно насыщенную панельную дискуссию.